Сегодня мы с вами изучим Слово Бога на тему «Земля, город, убежище» и «Постановление Нового Завета». Сказано, что все творения были сотворены по Божьей воле. Нет ни одного сотворённого без Его воли. Так мы можем понять, что в сотворении Земли в определённом пространстве Вселенной тоже заложена Его воля. Тогда для чего сотворена Земля и почему мы живём на ней? Не познав это, мы не можем разуметь, почему мы должны иметь надежду на небеса больше, чем земные пожелания. И мы просто будем думать идеалистически, что мы должны войти на небеса, а не в ад. Нужно понять, почему Бог создал эту Землю и почему Бог позволил человечеству жить именно на этой Земле во Вселенной. Давайте более подробно рассмотрим в Библии, почему мы должны иметь надежду на небеса более, чем на множество земных пожеланий. Посмотрим Откровение, 4 глава, 11 стих. «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил всё, и всё по Твоей воле существует и сотворено». Здесь «всё» включает в себя также Вселенную. Все творения Вселенной были сотворены по Божьей воле и существуют. Давайте рассмотрим содержание об этой Земле, где мы живём, в книге «Бытие», 1 глава. «Бытие», 1 глава, 1 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Библия учит нас, что Бог сотворил небо и землю. Все творения были сотворены по Божьей воле. Значит, Земля, которая находится во Вселенной, тоже была сотворена Богом. Слово «сотворено» означает то, что при сотворении чего-то Бог заложил в него свою волю. Поэтому всё человечество должно понять, почему Земля была сотворена и существует. Должны ли мы стремиться только к мирским пожеланиям и мирской жизни на этой Земле? Или же мы должны, правильно поняв, кто же мы есть на самом деле, быть более верными миру нашей сущности? Давайте подумаем об этом вопросе сегодня. На Земле люди не могут приобрести всё, что они хотят. Они ограничены во времени и пространстве, где они не могут делать то, что им угодно. Через закон Бога давайте найдём, почему мы вынуждены жить такой ограниченной жизнью. Посмотрим книгу к евреям, 10 глава, 1 стих. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. Тогда какой элемент действует в законе как тень и через эту тень, что Бог хочет показать нам? Закон Моисея Ветхого Завета содержит в себе много важных вещей, о которых мы должны знать. Библия говорит, закон — это лишь тень тех благ, которые ожидают людей в будущем, а не сами блага. Это не что иное, как тень, которая отражает настоящее. Однако Бог привёл нас к мудрости, чтобы мы познали настоящее через тень. Так, сегодня давайте внимательно посмотрим на планету Землю под темой «Земля — город-убежище» и постановление Нового Завета. Почему Бог создал Землю? Какую роль и какие функции выполняет эта земля духовно? Никто не учил нас об этих вопросах, кроме Бога. В книге к Евреям, 10 глава, Бог объясняет, что Он дал нам закон. Но Он сказал, закон — это лишь тень тех благ, которые ожидают людей в будущем, а не сами эти блага. Несмотря на это, Бог провозгласил закон на горе Синай во дни Моисея 3500 лет назад, чтобы мы познали настоящее с помощью тени. Не так ли? Среди законов, если мы поймём закон о городе-убежище, то мы сможем убедиться, к чему мы должны стремиться, к мирским пожеланиям или к жизни, которая полна надежда на небеса. Перейдём к 35 главе книги числа и найдём Божью волю одну за другой. Числа 35 глава 6 стих Из городов, которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте сорок два города. Здесь Бог повелел назначить шесть городов, которые будут даны левитам, как города для убежища. Продолжим чтение стих 9. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдёте через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища. Куда бы мог убежать убийца, убивший человека неумышленно?» Согласно постановлению Ветхого Завета, убившим другого случайно или ошибочно, а не тем, кто умышленно совершил преступление, было позволено убежать в город-убежище». Посмотрим 12 стих. «И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умершлён убивший, прежде, нежели он предстанет пред общество на суд». Городов же, которые должны вы дать городов для убежища, должно быть у вас шесть. Три города дайте по эту сторону Иордана, и три города дайте в земле Ханаанской. Городами убежища должны быть они. «Для сынов Израилевых и для пришельца и для поселенца между вами будут сии шесть городов-убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человеку неумышленно». Здесь говорится о типах людей, которым позволено убежать в город-убежище. Посмотрим 16 стих. «Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрёт, то он убийца. Убийцу должно предать смерти». Убийцей называется тот человек, который умышленно убил другого человека. Поэтому любой тот, кто убил другого умышленно, был захвачен и убит, даже если он убежал в город-убежище. «И если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть так, что тот умрёт, то он убийца. Убийцу должно предать смерти». «Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрёт, то он убийца. Убийцу должно предать смерти». «Мститель за кровь» сам может умертвить убийцу. «Лишь только встретит его, сам может умертвить его». «Если кто толкнёт кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрёт, или по вражде ударит его рукой так, что тот умрёт, то ударившего должно предать смерти, он убийца». «Мститель за кровь» может умертвить убийцу, лишь только встретит его. «Если же он толкнёт его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя уронит на него так, что тот умрёт, но он не был врагом его и не желал ему зла». Допустим, что один человек бросил камень без какого-либо злого умысла убить другого. Но прохожий был ударен этим камнем и умер. В таком случае человек поставлен в обидную ситуацию. Для таких людей город-убежище был приготовлен. Бог приготовил место, где грешники могли укрыться хотя бы на некоторое время. духовно эта земля является местом, которое играет такую роль. Посмотрим 24 стих. «То общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по симпостановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь. И должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем». Была одна характеристика города-убежище. Когда умрет первосвященник, помазанный священным елеем, люди, убежавшие в этот город, могли освободиться от их грехов. Допустим, что первосвященник, помазанный елеем, молод, потому что он, будучи еще в маленьком возрасте, был помазан первосвященником. Тогда один человек бросил камень неумышленно, и кто-то умер от этого камня. Этот человек убежал в город-убежище. А если первосвященник молод, что случится? Срок его проживания в городе-убежище будет длиться долго. Наоборот, когда человек убежал в город-убежище, что, если первосвященник уже пожилой, что, если первосвященник умер на следующий день, после того, как он пришел, тогда этот человек освобождается через день. И есть люди, которые освобождаются через 60 лет. Что касается срока пребывания в тюрьме, то можно сказать, что только после смерти первосвященника грешники в ней могут освобождаться. Вот эта система города-убежище. Как вы думаете, почему Бог сделал этот закон? В этом должна быть Божья воля в дом, чтобы дать нам знать что-то. Продолжим чтение 26 стих. Если же убийца выйдет за предел города-убежище, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города-убежище его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе-убежище своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Это суть системы города-убежище. Только после смерти первого священника подсудимые могут быть освобождены. Допустим, что двое человек рубили дерево, а головка топора выскользнула из топорища и ранила другого человека в голову, работавшего напротив него, и он умер. Хотя он не имел намерения убить человека напротив него, но случилось такое дело. Как жаль. для таких людей Бог приготовил город-убежище. Короче говоря, человек, который совершил такой грех, пребывал там временно. Место, где пребывают грешники. В современном языке называется местом предварительного заключения или чем-то таким. Это было местом, где преступники пребывали некоторое время до того, как заключены в тюрьму. Убежавших однажды в город-убежище нельзя было убить родственникам убитого. Бог установил этот закон. Бог приравнял землю к городу-убежище. Также Он установил правила в законе. Только когда первосвященник города-убежище умрет, уголовники смогут вернуться в свое отечество. В книге Кевреям 10 глава 1 стих говорится «Закон имеет тень будущих благ». Тогда что является настоящим города-убежище? Мы должны обнаружить настоящее города-убежище, которое Бог хочет дать нам узнать. Самым важным в городе-убежище является освобождение грешников после смерти первосвященника. Давайте посмотрим книгу к евреям 11 глава 13 стих. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались и говорили о себе. Что они? Кто они? Они странники и пришельцы на земле». Стих 14. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то что делали бы? То имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к Небесному. Сказано, что наше Небесное Отечество является нашим истинным Отечеством. Поскольку мы согрешили на небесах, мы были посланы на планету Землю на некоторое время. Верно? Как в Ветхом Завете грешники убегали в город убежище на время, мы тоже пришли на Землю в город убежище и живем здесь, пока первосвященник не умрет. Духовно мы находимся в таком состоянии. Посмотрим книгу Исаия, 59 глава, 2 стих. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Исаия, 59 глава, 2 стих, говорит, беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Место, где Бог обитает, есть наше духовное отечество. Верно, это Царство Небесное. Мы были вынуждены покинуть его, потому что мы согрешили, независимо от того, что это умышленно или неумышленно. Поэтому Библия говорит, беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Сейчас мы живем на этой земле как грешники. Мы оставили наше духовное отечество. Так автор книги к евреям написал, и если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Они стремились к лучшему отечеству, небесному, верно? Теперь нам надо возвратиться в наш дом. Тогда, согласно закону города убежище, что должно случиться прежде, чтобы мы смогли вернуться в наше отечество? Должен умереть первосвященник. Только тогда может открыться перед нами славный путь к нашему духовному отечеству. Тогда кто есть первосвященник на этой земле, в духовном городе убежище? Когда мы поймем это, мы сможем познать, почему Иисус Христос жертвовал собой за наши грехи, то есть, почему Он отдал Свою жизнь за наши грехи. Посмотрим книгу к евреям, 5 глава, 7 стих. Он в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение, хотя Он и Сын. На кого указывает Сын? На Иисуса. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога, кем? Первосвященником по чину Мелхиседека. Тот, кто был наречен Богом, первосвященником, есть Иисус Христос, верно? Библия, указывая на Иисуса, говорит, что Он есть первосвященник по чину Мелхиседека. Так, куда все человечество может войти из этой земли духовного города-убежища после смерти Иисуса Христа на кресте? На небеса. Путь, по которому мы можем вернуться в наше духовное Отечество, открылся. Вот почему Библия говорит об Иисусе, что Он первый плод среди тех, кто умер. В книге Кевреям 5 глава 8 стих говорится, что Иисус Христос был наречен первосвященником на этой земле. От кого? От Бога. Он получил его миссию первосвященника от Бога. Верно? Давайте еще раз посмотрим 10 стих. Быв наречен от Бога первосвященником под чином Алхиседека. Есть ли еще путь возвращения для нас, человечества, к нашему вечному небесному Отечеству без смерти Иисуса Христа? Нет. накануне дня, в который Иисус умер на кресте. Какую истину Он очень желал соблюдать, чтобы дать всему человечеству знать факт? Теперь вы можете вернуться в ваше вечное Отечество. Он очень желал соблюдать Пасху Нового Завета. Поэтому день, в который Иисус провозгласил Новый Завет, был днем Пасхи. Верно? Он провозгласил Новый Завет через Пасху. Всякий участвующий в драгоценной крови Христа и Его святом теле может вернуться в вечное небесное Отечество. Это чин Мелхиседека, по которому жертва приносится хлебом и вином. Так Библия ясно говорит, Иисус был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Чтобы Иисус Христос стал нашим первосвященником, мы обязательно должны быть в чине Мелхиседека. Христос есть первосвященник по чину Мелхиседека. Он не является первосвященником тех, которые вне чина Мелхиседека. не всякий может получить его драгоценную кровь, только те, кто пребывает в чине Мелхиседека, могут получить ее. Так Иисус дал нам хлеб и вино, называя их Новым Заветом, и говоря ясно, это для вас, верно? Поскольку Библия выражает Иисуса как первосвященника по чину Мелхиседека, давайте вкратце рассмотрим стих о Мелхиседеке. Бытие 14 глава. Когда мы поймем этот вопрос, мы найдем какие люди смогут возвратиться на небеса в их духовное Отечество и сможем поверить этому. Давайте посмотрим Бытие 14 глава 17 стих. Когда он возвращался после поражения Кедур-Лаумера и царей бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шави, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал «Благословен Аврам от Бога Всевышнего Владыки неба и земли и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Аврам дал ему кому ему? Мелхиседеку десятую часть из всего. Чин Мелхиседека завершен через хлеб и вино, а также через десятину. Лишь одним хлебом и вином не может завершиться полностью чин Мелхиседека. мы тоже должны дать десятину Мелхиседеку, как Авраам сделал Мелхиседеку. Только тогда мы можем говорить, что мы полностью следуем чину Мелхиседека, верно? Все, что есть в Ветхом Завете, служит образом и тенью. Так мы должны знать, кто является настоящим Мелхиседека, который принес хлеб и вино, чтобы благословить Авраама 3500 лет назад. Давайте откроем 26 главу книги от Матфея. От Матфея 26 глава 17 стих. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху? Он сказал, пойдите в город к такому-то и скажите Ему. Учитель говорит, «Время Мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками Моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус и приготовили Пасху. Перейдем к 26 стиху, в котором описывается, как Иисус ест Пасху. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Приимите, едите, сие есть дело Мое». И, взяв чашу, чашу с вином, и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов». Чтобы простить все грехи, которые мы совершили на небесах, Иисус дал нам хлеб и вино Пасхи, говоря, «Сие есть тело Мое, сие есть кровь Моя». Едите этот хлеб и пейте это вино, которое означает кровь Мою, за многих изливаемую во оставление грехов. Как Мелхаседек явился Аврааму и благословил его через хлеб и вино, Иисус пришел на эту землю как настоящий Мелхаседека и благословил людей через хлеб и вино в день Пасхи 2000 лет назад. Он дал им благословение и прощение грехов. Вместе с этим, какое благословение Он еще даровал им? Что означает то, что мы получаем прощение грехов? Это значит, что мы можем получить вечную жизнь и спасение. Верно? Иисус дал Своим ученикам хлеб и вино Пасхи, говоря, «Сие есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов». Делая так, Он оставил пример соблюдения Пасхи, чтобы люди следовали. Относительно этого хлеба и вина Иисус говорит в 6 главе книги от Иоанна, «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет что? Жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Верно? В 22 главе книги от Луки Пасха выражается как Новый Завет. Перейдем к 9 главе книги к Евреям, 9 глава, 15 стих. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Чтобы доказать подлинность своего завещания, Иисус был распят на праздник опресноков. Иисус пришел на эту землю первосвященником, подчином Мелхаседека и умер на кресте. Чем служит закон о городе-убежище в Ветхом Завете для человечества? Это служит сообщением о том, что перед нами наконец открылся путь возвращения на небеса. Верно? Поэтому Библия говорит, и потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете. После смерти Иисуса славный путь открылся для того, чтобы призванные к вечному наследию получили обетование. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание как действительно после умерших. В конце концов, Иисус Христос провозгласил Новый Завет в ночь последней Пасхи. Что случилось с Ним на следующий день? Он умер по пророчеству о первосвященнике в городе Убежище. Чтобы подтвердить, что Пасха это то, что абсолютное, которое не может меняться, Иисус добавил такие слова. Завещание вступает в силу только тогда, когда подтверждается смерть завещателя. Верно? Еще раз посмотрим 16 стих. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и и сопом и окропил, как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедовал вам Бог, также окропил кровью искинию и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает чего? Не бывает прощения. Иисус Христос умер на кресте как первосвященник в соответствии с законом о городе убежище и через смерть первосвященника всем людям в городе убежище открылся славный путь возвращения в их духовное отечество. Духовное отечество означает небеса. Тогда может ли любой человек войти на небеса? Нет, не каждый может войти. чтобы вернуться в наше вечное небесное отечество и чтобы укрепиться силой драгоценной крови первосвященника необходимо быть в чине Мелхиседека. Как вы видите, в 14 главе книги Бытия к чину Мелхиседека относятся не только хлеб и вино, но также и десятина. Относительно этого вопроса давайте посмотрим книгу Малахия 3 глава 7 стих. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. «Вы скажете, как нам обратиться?» Это фрагмент где люди спрашивают Бога «Как нам обратиться?» Стих 8. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня?» Скажете, «Чем обкрадываем мы тебя?» Десятиную и приношением. Бог проложил путь возвращения к Богу в чине Мелхиседека. Это хлеб и вино Пасхи. И законы о десятине, которую Авраам дал Мелхиседеку, происходит из этого. Когда речь идет о десятине, некоторые думают только о материальных вещах. Но Библия заложила все эти значения в десятину. Десятина есть путь, который Бог открыл для того, чтобы мы вернулись к Нему. Продолжим чтение. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в домохранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. «Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградные лоза на поле у вас не лишатся плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы все будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Сегодня мы с вами в истине, через которую можно укрепиться силой драгоценной крови Иисуса Христа, который пришел на эту землю, став первосвященником подчинным Лхаседека. Посмотрим книгу Кевереям, 6 глава, 18 стих. Мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть, как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутренней шее, за завесу, куда предтечию за нас вошел кто? Иисус, сделавшись первосвященником навек подчинным Лхаседека. Здесь говорится, что Иисус, сделавшись первосвященником подчинным Лхаседека, перед нами вошел. Тогда что мы должны делать? Мы тоже должны следовать путем, который Иисус прошел перед нами через Чин Малхаседека. Иисус Христос шел перед нами. Не должны ли мы следовать пути, которым Иисус шел? Мы должны жить той жизнью, которой жил Иисус. Пасхальный хлеб и вино и десятина. Когда мы полностью соблюдаем постановление Нового Завета, следуя жизни Христа, откроется славный путь, который выведет нас из этой земли, города-убежища, и приведет в наше вечное Отечество. Сегодня многие люди настаивают на том, что все могут войти на небеса, следуя их способу, но это не так. Они говорят, что кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте, несомненно, дана им. Но это неправда. Что в Библии говорится? В ней говорится, что мы должны следовать по пути Христа, почину Мелхаседека. Тогда мы должны быть в чине Мелхаседека. В чине Мелхаседека мы должны воздавать большую славу и хвалу Отцу и Матери и возвратиться в наше вечное небесное Отечество. Когда мы подводим итог всему этому, земля подобна городу убежище в законе Моисея. Суть постановления города убежище есть первосвященник и смерть первосвященника. Разве Христос пришел на эту землю и умер не для того, чтобы спасти человечество? Бог хотел привести нас в наше потерянное небесное Отечество. Что было последней истиной, которую Христос установил на земле для достижения своей цели? Это была Пасха Нового Завета. В Новом Завете все грехи, которые мы совершили на небесах, и все беззакония, которые мы имели до этого, могут быть прощены. Давайте воздадим вечную славу и хвалу Богу Элохим, который открыл наши духовные глаза, чтобы мы снова надеялись на небеса. Я желаю, чтобы все мы имели надежду на небеса на всю оставшуюся жизнь, живя благочестиво как Божьи дети и стремясь к Царству Небесному. Надеюсь, что все получат вдохновение от сегодняшнего слова. На этом я завершаю сегодняшнюю проповедь. Спасибо!